Что ж, глубоко уважаемые коллеги, время пришло и мы начинаем нашу пульмонологическую сессию. Она будет сегодня небольшая, но от этого, наверное, не менее интересная. Мы постараемся представить два доклада, посвященных как ковид-19, так и простуде. Первый ковид-19 и симптоматическая терапия, и второй подходы к терапии респираторных инфекций на амбулаторном приеме. Ну вот такой вот симбиоз, как мы называем Санна Мирошниченко, пульмонолога и оториноларинголога. Если вы не против, давайте начинать. Первый доклад, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как переключать? Так все-таки поступаем? Ну что ж, коллеги, ковид и симптоматическая терапия. Вопросов на самом деле много. Можно следующий слайд. По одной простой причине. Высокая заболеваемость, и в плане ковид-19 мы это все прекрасно понимаем. Огромное количество заболевших, которые обращаются в медицинскую помощь, и, конечно, нам с этим будет необходимо справляться. Второе – это сложности разграничения бактериальной и вирусной инфекции. Это серьезнейшая проблема, которую, конечно, необходимо решать. Ну, возможно, созданием совершенно понятных алгоритмов, с одной стороны. Но почему-то в рамках ковид-19 вот эти алгоритмы, столь известные нам с пропедевтики внутренних болезней, мы почему-то исчерпали. И они не используются в реальной клинической практике. А в реалии происходит следующим образом. У пациента лихорадка. На третьи сутки появляется кашель, а в эпоху ковид-19 это происходит уже на первый день. Пациент начинает нервничать, вызывает соответствующего специалиста, который понимает, что тест на ковид будет доступен через несколько дней. Нужен ли он в обычной практике, мы об этом чуть попозже поговорим. Тем более, когда речь идет о нетяжелом течении заболевания пациента без фактора и прииска. И какую терапию назначить – ОРВИ, пневмония, либо ковид-19. И поверьте, сейчас происходит следующий слайд каким-то образом непонятным. Ситуация, связанная с тем, что назначается противовирусный препарат с непонятной активностью в отношении ОРВИ. Всегда назначается антибиотик, чтобы прикрыться, извините за выражение, в отношении пневмонии. И назначается фармакотерапия в отношении ковид-19. Вот у нас здесь Павел Андреевич присутствует. Чуть позже можем в рамках дискуссии задать вопрос у пациента молодого без факторов риска. Нужны ли какие-то дополнительные методы лечения, в том числе антикоагулянтная терапия. И чаще всего она назначается, в том числе назначаются другие противовирусные средства и так далее. Ну и конечно, всего-то лишь наш с вами алгоритм должен включать знания, наверное, известные нам с пепедевтики внутренней болезни. Первое, что мы должны сделать, видя перед собой температуру еще у пациента. Это, конечно же, сделать так, уточнить, есть ли у пациента факторы риска бактериальной инфекции. То есть, есть ли бактерия, которая поучаствовала в возникновении конкретного случая заболевания. Сделать это категорично просто. Наверное, уточнить, какой кашель у нашего пациента. Продуктивный, либо непродуктивный. Продукция мокроты очевидный признак, возможный, в том числе бактериальной инфекции. Наслаиваем на нашу диагностику возможности, а это можно сделать в течение двух-трех минут, послушать пациента. И любая локальная физическая симптоматика, какой-то фокус мелкопузырчатых липов, либо крипитации, это вполне очевидно. Четкое понимание того, вкупе с продуктивным кашелью, что перед нами бактериальный процесс. Да, или, по крайней мере, предположение, которое, наверное, в 70-80% случаев подтвердится в отношении бак-конференции. Если этого нет, если перед нами такая вот стертая клиническая симптоматика, присовокупим следующий слайд к этому факту, конечно же, наши варианты по части поражения жизненно важных органов. Конечно, если перед нами пациент, у которого частота сердечных сокращений менее 100. Если у него пульсоксиметрия и сатурация говорит нам о том, что она в районе нормальной значения, 96-97%. Нет вот этих объективных признаков бак-конференции, что мы можем предложить нашему больнику. Во-первых, запись в истории болезни, что он не нуждается в госпитализации. Во-вторых, конечно же, не назначение антибиотиков, потому что никаких признаков бак-конференции нет. И, конечно, в этой ситуации мы можем зарезервировать 2-3 дня для того, чтобы получить результаты лабораторной диагностики. Это гликоцитоз палочкой 1 сдвигом, конечно же, в течение 24 часов получить результат не составит труда. Но и, безусловно, присовокупив к этому анализу еще и уровень цириактивного белка. И если таковой тоже будет меньше 50, в части больше и меньше 30 мг на литр, то вполне очевидно, перед нами пациент с простудой или COVID-19, которого мы можем наблюдать имбулатуру. Конечно, широко распространение сейчас получили вот те самые тесты для экспресс-диагностики. Вопрос, конечно, очень интересный, потому что, с одной стороны, это потрясающая возможность поставить логический диагноз по стилю больного. Но если вы спросите у меня, вот всем ли больным проводить эту диагностику? Она стоит в районе 600-1000 рублей в настоящее время. Очевидно, экономически это, с одной стороны, весьма целесообразно, с другой, но для столь широкой массы, может быть, остаются вопросы. Мне кажется, что если брать пациентов без факторов риска, молодых, а таких 50%, но это имеет только лишь эпидемиологическое значение. Изоляция болеющего пациента. Более того, потому что на тактику выведения это, конечно же, не повлияет. Но имейте в виду, у нас эта возможность реализована, эти тесты в настоящее время продаются в аптечных учреждениях. Следующий слайд. Ну, конечно же, мы уже выполнили пульсоксиметрию. Следующий. Ну и дальше перед нами алгоритм. Коль скоро мы исключили 2-2 конфекции, да, или приняли все меры для того, чтобы исключить ее в ближайшие, там, 24-72 часа, а дальше назначаем фармакотерапию, находясь у постели нашего пациента. Нет факторов риска, в том числе характерных и для прогрессирующего течения гриппа, для прогрессирующего течения COVID-19 в виде коморбидного фона, в виде пожилого возраста пациента, вполне себе можно остановиться на симптоматической фармакотерапии. Если таковые факторы риска присутствуют, то здесь у нас уже, конечно, все возможности связаны с введением пациента, страдающего COVID-19. И у этой категории пациентов, конечно, экспресс-диагностика, мы уже поняли, да, обговорив это, имеет, ну, как бы, важное значение. Для возможностей противовирусной терапии, на ней чуть позже остановимся, для правильного симптоматического лечения, ну и, конечно же, назначение антикоагулянтов в этой дискретной программной группе, это имеет важное значение. Следующий слайд. Какие пациенты страдают чаще всего средне-тяжелым, тяжелым течением COVID-19? Это коморбидный фон, ассоциация с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ну и, конечно же, пациенты с ожирением. И вот здесь, следующий слайд. Конечно, возможности противовирусной терапии, да, этиотропной терапии, имеют важное значение. Сейчас у нас с вами есть серьезная доказательная база в отношении пакславида и молноперавира, следующий слайд. Действительно, эти лекарственные средства, которые в феврале и апреле 2022 года появились на территории Российской Федерации, которые уже у нас с вами есть, в том числе в регионах, не только в Московском, конечно, это имеет серьезнейшее значение для правильного лечения вот такой вот дискретной проблемной группы, которые заболели COVID-19. Следующий слайд. Не буду останавливаться на доказательстве эффективности. Есть даже мета-анализы, которые продемонстрировали в различных возрастных группах у больных с факторами риска. Назначение этих препаратов в ранние сроки имеет важное значение для недопущения попадания их в стационарное звено, меньший риск привлечения отделения анимации интенсивной терапии и даже отсутствие вообще летальных исходов по сравнению с контрольными группами, где такие пациенты, к сожалению, не получавшие противовирусную терапию, умирают. Следующий слайд. И еще один слайд. Следующий слайд. Но вот здесь имеется важная проблема. Задам вопрос вам, коллеги, и те, кто нас слушает в чате, я думаю, что постараются ответить на них. Как вы думаете, где сейчас сосредоточены эти лекарственные средства, обладающие прямым противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, молмоперавир, пакславит, рамдисевир и прочие? Ответ, я уверен, будет одинаковый. В основном это стационарное звено, к сожалению, потому что туда поставляются в основном, особенно в регионах, данные лекарственные средства. А вот дальше давайте вспомним те известные звенья патогенеза, вот того самого вируса, ассоциированного поражения легких при COVID-19. Мы знаем, что вирус накапливается в фазе репликации вирусной инфекции в эпидеоцитах верхних дыхательных путей, в том числе в эпидеоцитах в нижних отделах респираторного тракта. Но этот вирус не обладает, в отличие от гриппозной инфекции, цитопатическим действием. Да, он приводит к выбросу различных цитокинов, медиаторов воспаления, которые приводят к возбуждению ионных каналов, приводят к возникновению кашля. Но самое главное, вирус, пропадая в кровоток, вызывает системный воспалительный ответ, то есть выброс различных цитокинов, которые в свою очередь запускают реакцию гиперкоагуляции, нарушение микроциркуляции в легочных артериальных сосудах. То есть мы с вами имеем воспаление, препятствующее дефундированию кислорода, кровеносное русло, а со второй стороны, само поражение кровеносного русла, которое тоже оказывает важное влияние на гипоксимию, то есть на доходимую недостаточность у подобного рода пациентов. То есть мы можем с уверенностью сказать, если есть уже поражение легких, если запущен данный механизм, то есть вирус, наверное, сделал свое дело и повлиять на течение заполевания противовирусной терапии в эти сроки, то есть начиная, наверное, с седьмого дня, уже попросту невозможно. И клинические исследования говорят именно об этом. Как только противовирусная терапия проводится на 8-10 суток, никакого эффекта даже от потрясающих препаратов мы не находим. Значит, что нужно сделать? Нужно четко понимать направление для подобного рода терапии. Мы должны создать алгоритм, должны понимать, что эти препараты для амбулаторного звена, выделение факторов риска, назначение этих препаратов амбулаторных, либо в рамках дневного стационара, где тот же самый Ремдисевир, известный нам уже на протяжении двух лет, прекрасно сработает, но только если убедение будет осуществлено в ранние сроки. Это организация медицинской помощи при подготовке к следующей волне, конечно, это имеет крайне важное значение. Впрочем, говорим мы об этом очень давно, но вот ситуация, к сожалению, не меняется до настоящего времени. Поэтому вся противовирусная терапия в подавляющемся случае должна проводиться в первые максимум 7 дней с момента появления первых кристаллов заболеваний. По нашему глубокому убеждению, даже, наверное, 5 суток, максимальная срока, когда мы можем получить адекватный эффект. В отношении ОРВИ, наверное, все то же самое. Здесь тоже нам нужно выделить факторы риска и проводить соответствующую фармакотерапию. В основном речь идет о пасильтамивире, как раз у проблемных пациентов, в том числе беременных женщин, которые подвержены тяжелому течению гриппа. Поэтому все, что у нас остается в амбулатории, а сегодня именно этому посвящен мой доклад, как раз связано с правильной симптоматической терапией. Следующий слайд. И вот здесь, конечно, ситуация тоже выглядит крайне интересной. Мы, когда начали заниматься вопросами симптоматического лечения, кашлями занимались давно, посмотрели эпидемиологию назначения этих препаратов, честно говоря, COVID-19, ну, нас как-то ужаснуло в этом контексте. Почему? Потому что мы знали и говорили об этом достаточно давно, что парацетамол – потрясающий препарат, жаропонижающий, наряду с аппрофеном, это два лекарственных средства, которые должны применяться с этой целью в реальной клинической практике. Да, это действительно так. Хорошая безопасность терапии, хороший жаропонижающий эффект, а если эти препараты еще и в контексте работают, да, комбинация парацетамола с паппрофеном, то это быстрое скоропомощное действие, сохраняющееся в течение 8-12 часов. Но оказывается, в нашей стране до сих пор широко пропагандируется, в том числе на страницах, различных рекомендаций, в том числе в инструкциях по применению парацетамола высокодозное лечение этих препаратов, до 4 грамм в сутки. Но мы знаем, что еще с 2011 года на территории Соединенных Штатов Америки, потом Европейское медицинское агентство определило в инструкции по применению описывать ситуацию с возможностью применения не более 1,5 грамм парацетамола в сутки. Следующий слайд. А вот дальше очень интересно. Оказывается, в нашей стране, мы проводили подобного рода работы, существуют некие мифы. Оказывается, антибиотики у нас способны вызывать высокую частоту гепротоксических реакций, включая, например, амоксицин и кланат. Да, это действительно так. Препарат переносится неплохо. Но, с другой стороны, действительно, в 20-30% случаев высокие трансаминазы зарегистрируются на фоне приема этого препарата. Но ведь это не имеет никакого клинического значения. Частота гепротоксических реакций на самом деле невысока для этого лекарственного средства. Оказывается, врачи, я уж не говорю про пациента, совершенно уверена, что селективные МПВС прекрасно работают как жаропонижающие средства, и только их можем использовать, потому что они обладают меньшими нежелательными эффектами, нежели другие. С точностью, да наоборот, все селективные препараты обладают высокой частотой гепротоксических реакций. Они прекрасные средства, но использовать их в реальной клинической практике в широком применении COVID-19 и ОРВИ с простудой, конечно, нецелесообразно, и это будет сопровождаться целым рядом нежелательных явлений. И даже в отношении того же самого парацетамола, почему-то, в том числе, например, у врачей, которые занимаются взрослой патологией, в том числе, как раз, у родителей бытует мнение, что все-таки дозировку любого препарата для детей нужно давать меньшим, нежели у взрослых. Вот парацетамол удивительный препарат с точностью, да наоборот. Нет тех механизмов глюкорунирования парацетамола, которые присутствуют в организме взрослого человека у ребенка. То есть, у взрослого человека парацетамол расщепляется до метаболитов с образованием в том числе токсических веществ. У ребенка этого не происходит, поэтому все рассчитывается на килограмм массы тела с возможностью даже 4 граммов парацетамола в сутки. У взрослого пациента, особенно употребляющего алкоголь, как пишут ряд исследователей, это наоборот сопровождается высоким риском гепатоксической реакции. Но, кстати, говоря чуть-чуть, у меня есть время пошутить. Есть даже публикации, посвященные применению парацетамола у пациентов, употребляющих алкоголь. И даже одна из статьи называется следующим образом. Отстаньте от лиц, употребляющих алкоголь, потому что нет доказанной базы по части более высокого риска развития желательных реакций именно в этой категории. Поэтому любой из нас подвержен в случае приема 4 грамм парацетамола развитию тяжелых гепатоксических реакций. Следующий слайд. На самом деле, если мы возьмем вообще все публикации, посвященные парацетамолу, то мы найдем порядка 35 тысяч победы. При этом, обратите внимание, 6 тысяч из них посвящена как раз токсичности этого препарата и действительно распространению этого варианта в различных категориях пациентов. Следующий слайд. Следующий. Поэтому, конечно, нам нужно сейчас принять все меры для того, чтобы регулировалась даже вот эта простая симптоматическая терапия в реальной клинической практике. Парацетамол не более полутора грамм в сутки, ипупрофин 400 миллиграмм в сутки. Либо использование комбинированных препаратов, потому что всегда у практического звена есть целый ряд вопросов в этом отношении. Почему? Потому что 100 килограммовый мужчина, 500 миллиграмм парацетамола, конечно, это не приведет к никакому эффекту. Конечно, это не сопровождается выраженным и стойким снижением лихорад. Нужно комбинировать, нужно использовать комбинированные препараты парацетамол с ипупрофеном, либо комбинировать сочетную приемку этих лекарственных средств. По-другому, наверное, не получится. Только в этом залог безопасности и эффективности подобного рода фармакотерапии. Следующий слой. Ну и, наконец, кашель. Это вообще очень интересная тема и в отношении COVID-19, просто поставившая, мне кажется, логику назначения этих препаратов, вот большой вопрос в реальной клинической практике. мы успели в время COVID-19 провести вот такое интервьюирование наших врачей. Вот видите, они здесь на этом снимке все уставшие, но нашли в себе 15 минут, в себе силы ответить на вышеозначенные вопросы. Кстати, очень интересно, Павел Андреевич, обратите внимание, средний возраст все-таки 42 года у терапевтов, молодые люди, при этом стаж, включая ординатуру, 16-4 года, в основном работающие в госучреждениях, ну и посмотрите, конечно, терапевтическое звено, это все-таки женщины, 78%. Следующий слой. На что ответили справедливо наши коллеги? Они, конечно же, сказали, что подавляющее число пациентов, которые приходят к ним на амбулаторный прием, либо они оказывают такую помощь, это пациенты с кашлем. То есть, порядка 50 человек в месяц, да, среди группы протившихся этой помощью, это пациенты с жалобами на кашель и вообще отметили, что это такой вот самый главный симптом, по поводу которого пациенты обращаются в медицинскую помощь. Следующий слой. Это соотносится с результатами в том числе зарубежных аналогических исследований, где видите, кашель находится на первом месте среди ведущих причин обращения за медицинской помощью. Следующий слой. На что отвечали справедливо наши пациенты? Какие препараты применяются при различных заболеваниях? Ну вот ОРВИ, правда, при наличии продуктивного кашля и назначении препаратов противокошлевых вызывает вопрос, зачем блокировать мукоцеллярный клинц, назначая мукоактивные противокошлевые препараты, если кашель продуктивна? 52% и 38% респондентов ответили, что они бы назначили при остром бронхите, а сам диагноз ставится на основании продуктивного кашля именно противокошлевых средств. Зачем это делать? Ну вот, к сожалению, вопрос остается без ответа. Но при этом справедливо отметили, что кашель при COVID-19 70% и после COVID-19 практически 90% нуждаются противокошлевых препаратов центрального либо периферического действия. То есть, совершенно правильный ответ. Следующий слайд. Тоже есть вопросы в отношении сухого кашля. Вы видите, прекрасно наши коллеги отвечают, значит, противокошлевые средства, но часть из них считает, что процентов 30, что все-таки муколитики при сухом кашле тоже можно назначить. Ну вот тот самый миф, если кашель сухой, то значит, нужно сделать его продуктивным, а это облегчит состояние пациента. Скорее с точки зрения наоборот. развития кашля у этих пациентов приведет только лишь к несоответствию и непониманию, что мы в конечном итоге делаем. Следующий слайд. Следующий слайд. И вот здесь очень большой вопрос, потому что вы тоже в нашей стране были одними из первых, которые публиковали работы, посвященные кашлю, и по большому счету анализируя по обмет, это была действительно такая очень справедливая и очень интересная вещь. В конечном итоге, благодаря одной из работ, удалось рабочую группу по созданию рекомендаций поведения пациентов с COVID-19 свою точку зрения донести. И в конечном итоге мы прекрасно понимаем следующий слайд. Кашель при COVID-19 сухой, в 80, а то и во всех практически 100% случаев, потому что здесь речь не идет о цитопатическом воздействии вируса на эпителии трахиопонхиамио-дерева, значит возбуждение ирритантных и других рецепторов соотносится с восхождением медиаторов воспаления, но коль кашель непродуктивный, значит только противкошевые препараты нам помогут. И вот это было опубликовано в июне 2020 года. Следующий слайд. что и послужило поводом для создания правильной версии нашего национального документа, удалось, правда, коллег убедить к десятой версии, если не ошибаюсь, то есть к концу 2020 года. Следующий слайд. Поэтому еще раз хочется завизировать те рекомендательные вещи, которые вы найдете сейчас, по крайней мере, в шести публикациях, посвященных кашлям. Четыре российских, два зарубежных исследователя опубликовали данные работы. что в случае COVID-19 не сопровождается это воспаление эксудативным характером воспалительного процесса и, значит, не сопровождается продуктивным кашлем. Значит, для того, чтобы купировать этот кашель, необходимы противокашлевые препараты. Порой это имеет ключевое значение, я на этом постараюсь остановиться. Пациент в стационаре, кашля. Если мы не купируем этот симптом, то во время кашля происходит нарушение ритма дыхания. Мы это наблюдали неоднократно. Требуется на фоне эпизодов десатурации на фоне кашля привлечения в высокопоточную оксигенотерапию. У ряда пациентов кашель приводит к чему? К пневмотораксу, потому что как раз для поражения легких случаев COVID-19 характерно образование в том числе полостей. И, конечно, это сопровождается фульминантным течением болезни. И могу сказать, что потерять пациента на фоне банального кашля это, в общем-то, легкая задача. Вот на фоне кашля произошел пневмоторакс, инициация ИВЛ со всеми вытекающими вещами. Необходимостью тренирования плевральной полости, необходимостью уже в последующем наведения тяжелого пациента с присоединением пак-инфекции. Поверьте, это была неоднократная ситуация, к которой сталкивались наши коллеги, которые проводят лечение больных с новой коронавирусной инфекцией. Следующий слайд. Следующий. Следующий. Здесь мне бы хотелось привести данные коллеги, свидетельствующие о том, что вот четыре работы в России есть. Есть национальный документ, где четко прописаны как раз возможности противокошлевой терапии. Более того, даже мукоактивные препараты вынесены за скобки симптоматического лечения. То есть, вся база, которая присутствует, которые должны пользоваться практические врачи, Но вот в отношении потребления противокошлевых препаратов вы видите с точностью наоборот. Как только происходит всплеск заболеваемости COVID-19, наблюдается всплеск приема чего? Антибиотиков и приема мукоактивных препаратов. Это связано с вопросами терминологии, потому что поражение легких при COVID-19 это не пневмония, но видимо этот термин, кстати говоря, срабатывает для наших коллег по назначению мукоактивных и антибактериальных препаратов. Следующий слой. И поэтому, конечно, есть проблема. Среди наиболее известных препаратов, на которые наши врачи ответили утвердительно, вы найдете весь спектр мукоактивной терапии и видите ацетилцистеин и амбраксол находятся на вот этих самых первых местах. Вот они, к сожалению, назначаются в случае новой коронавирусной инфекции и конечно это совершенно неправильно. Это прекрасные препараты, но назначать их следует только лишь при продуктивном кашле. Следующий слой. А вот дальше проблема, потому что происходит определенного рода инсинуации и конечно наличие первой версии нашего национального документа, где с нашей точки зрения должны присутствовать все три лекарственных стратегии, я с удовольствием всегда их развожу, потому что препаратов немного. У нас есть бутамират, у нас есть леводропрепизин и у нас есть лингарин. То есть всего лишь три лекарственные стратегии, потому что катаин-содержащие препараты использовать в практике введения пациентов с COVID-19 нецелесообразно. Отпускается только по рецепту амбулаторная практика закрыта. В условиях стационара это уже тяжелые пациенты, а катаин-содержащие влияют на дыхательный центр и конечно их использование в этой ситуации тоже недопустимо, поэтому все три лекарственные стратегии здесь должны быть реализованы. И вот как раз в пользу нашего разговора как раз сегодня в отношении препаратов, которые всегда вызывают вопросы, потому что кто-то соотносит их с гомеопатией, кто-то с другими препаратами. Могу разрушить эти инсинуации, потому что препараты зарегистрированы, ну по крайней мере ринголин, о котором идет речь, как противокошлевой препарат. Есть инструкция по применению соответствующих. Следующий слайд. Есть плацебо-контролируемые исследования, на которые мы тоже можем ссылаться, и вот по части простуды. Следующий слайд. Есть исследования, которые сейчас публикуются, которые мы инициировали в рамках ведения подобного рода пациентов, где для себя хотели посмотреть, все-таки будет работать данная лекарственная стратегия, либо нет. оказывается, 50 пациентов, получавших ринголин, а 50 пациентов, получавших другую противокошлевую терапию, следующий слайд, продемонстрировали, но в общем-то весьма интересную клиническую эффективность. На четвертый день, когда действительно необходимо получить эффект от симптоматического лечения, видите достоверную разницу между динамикой тяжести кашля у пациентов на четвертые сутки, 0,6 и 1,8 на четвертый день, и в отношении ночного кашля точно такая же ситуация. Следующий слайд. А вот это в графическом изображении, вышеозначенная таблица, где вы видите, на фоне противокошлевого препарата удается добиваться соответствующего клинического эффекта, в основном на четвертый сутки. Следующий слайд. Еще один слайд. А вот здесь уже количественное изображение того, какое количество пациентов предъявляло жалобу на четвертый, на восьмый сутки на кашель, оказывается в первой группе, видите, 86%, и абсолютное количество на восьмые сутки уже не предъявляло подобного рода жалобу. В альтернативной группе 54% и 76%. Следующий слайд. А вот это уже графическое изображение, весьма показательное, свидетельствующее об эффективности данной противокошлевой стратегии. Следующий слайд. Поэтому, коллеги, конечно, ведение больных с COVID-19 это непростая задача. У нас до сих пор отсутствуют факторы риска, такая шкала, на которую хотелось бы всегда ориентироваться в выборе тех пациентов, у которых заболевание будет протекать крайне тяжело. Вот будем надеяться, что Павел Андреевич с коллегами публикует такую работу на основании большой массы пациентов. Почему? Чему я говорю? Здесь уже армейская составляющая, сортировка. Вот до сих пор не очень понятно, какая часть больных в конечном итоге заболевание у них приведет к фатальному исходу, заболевание приведет к необходимости применения высоких доз групп орликостероидов либо моноклональных антител. У нас с вами есть факторы. Это сопутствующий фон, это ожирение, это артериальная гипертензия, это безусловно сахарный диабет. Дальше. У нас с вами есть лаборатория. Интерликин 6, высокий уровень ферритина, Д-димер. Хорошо. Но нет самой шкалы. То есть шкалы, которую мы должны создать для практического врача, где на постели больного, ну практически, как в проведении сортировки, можно будет оценить, по крайней мере, клиническую составляющую, длительность лихорадки, принять решение о необходимости дальнейшего наблюдения этого пациента, рекомендацию по выполнению компьютерного фармографии, рекомендации по действительно госпитализации с привлечением других методов фармакотерапии. В стационаре такие возможности у нас с вами есть. Это рекомендации как раз ведомственные госпитары Бурденко, где мы обозначили четко направление для уже поступивших пациентов о той или иной фармакотерапии. в амбулатории в амбулатории мне кажется необходимо создавать подобного рода алгоритмический подход, дабы выделять под группу больных действительно нуждающихся в госпитализации и проведении соответствующей фармакотерапии. Пока это еще не разложено в рамках такого рода алгоритма. Ну и конечно очень жесткие методы по части правильной симптоматической терапии, недопущение назначения антибактериальных препаратов, которые не нужны 95 и более процентов больных переживающих новую коронавирусную инфекцию, а если нужны, то только в условиях отделения реанимации интенсивной терапии. Ну и в конечном итоге вот такая вот правильная стратегия с созданием единого алгоритма единого понимания болезни во всех регионах Российской Федерации. Ну что ж, я благодарю вас за внимание, коллеги. На вопросы мы постараемся ответить чуть позже. Давайте после выступления Нины Александровны мы устроим такую дискуссию, тем более Павел Андреевич с нами и мы продолжим нашу работу. Спасибо. Нина Александровна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад во многом будет продолжением доклада Андрея Алексеевича. Следующий слайд. На самом деле пациенты с оциспираторной вирусной инфекцией приходят к нам круглый год. Есть всплески, но и уже погода налаживается, летом хорошо, но этих пациентов очень много. И понятно, что они не хотят от нас слушать про соблюдение режима, про изменить образ жизни и так далее. Все хотят сразу золотую таблетку, чтобы ее выпил. Ребенок через два дня пошел в школу, а взрослые пошли на работу, и всем все было хорошо. К сожалению, в последнее время эта золотая таблетка очень часто это системный антибиотик с первых дней. Симптоматическая терапия очень прекрасно разобрал Андрей Алексеевич. Иммунотропная. Я думаю, что вы на приеме все время слышите, мне бы что-нибудь для иммунитета. У нас у всей семьи снижен иммунитет. Мне кажется, с этими словами очень часто к нам приходят пациенты. Понятно, что какие-то серьезные изменения иммунитета, здесь должны заниматься специалисты, иммунологи, а не как на приеме либо пациенты, которые сами идут в аптеку и покупают себе какие-то препараты. Следующий слайд. Если говорить про симптомы, что любая вирусная инфекция самые разнообразные симптомы и вот тут тоже полипрагмазия, которая нас очень часто накрывает. Следующий слайд. Еще академия Павла говорила как раз о этой проблеме. Следующий слайд. Мы взяли просто 90 консультаций от терапевтов, которые направляли пациентов к кодориноларингологам с диагнозом острый ринсинусид. В нашем КДЦ это обычная городская больница, поликлиника наша. То есть в основном пациенты обращались большинство в первые дни от заболевания, но при этом уже в 77-90 была выполнена рентгенография предаточных пазух. Какие-либо клинические изменения были выявлены всего у 11, и именно у тех, у которых заболевание было уже более 5 дней. Следующий. Если посмотреть сколько назначалось, то в основном это было 4, 5 и более назначений каждому пациенту. Следующий слайд. Что очень настораживает, что уже кто-то был направлен просто на консультацию к кодорингологу, а большинство уже были назначены, были назначены, и опять же, к сожалению, очень многим были назначены системные антибиотики, которые мы спокойно отменили, потому что в этой ситуации они были абсолютно не нужны. Следующий слайд. Вот один из приема ребенок аденоиды на фоне вирусной инфекции аденоидит, и вот в принципе все назначения хорошие, все прекрасные препараты, но посмотрите какое количество. К нам пришли со словами чтобы отменить, потому что жить некогда, только надо ребенка лечить просто с утра до вечера не переставая. Понятно, что мы подавляющее большинство отсюда убрали, оставили два препарата и как бы с ребенком все хорошо продолжает лечение и готовится к операции. На самом деле здесь аденоиды третьей степени уже с развившимися осложнениями здесь показано после купирования воспалительного процесса хирургическое лечение. Следующий слайд. Вот тоже клинический случай. Молодая девушка болеет 4 дня, поставлен диагноз осоверхочерестной синусит, в принципе достаточно разумное назначение, но уже назначен амоксиклав. На рентгене мы видим небольшое утолщение слизистой оболочки полости носа. Следующий случай. Здесь наоборот, посмотрите, затемнение, здесь уже бактериальный риносинусит, но назначен цифрофлоксацин. Понятно, что этому пациенту данное назначение не помогло, он был госпитализирован к нам с бактериальным риносинуситом, выполнялась пункция, был изменение на другой системный антибиотик и тоже закончилось все хорошо. Следующий. Посмотрите, коллеги, это взято тоже из открытых источников, это анализ фармацевтического рынка Российской Федерации, вот только за январь прошлого года в России было куплено больше 392 миллионов упаковок самых разнообразных препаратов, конечно, цифры впечатляют. Следующий слайд. И вот мы всегда говорим об этом балансе, как раз я возвращаюсь к антибиотикам, современное, именно своевременное адекватное назначение все хорошо, а вот избыточное применение антибактериальных препаратов, с чем мы столкнулись в последнее время, конечно же, приводит к отрицательным моментам. Следующий слайд. К сожалению, мы все больше и больше говорим о росте резистентности и вот то, что в последнее время мы применяем антибиотики именно как профилактика. Сейчас уже приходят пациенты, которые в начале, когда началась пандемия, помните, говорили, что антибиотики помогают, айстромицин, и вся страна ела по 3 таблетки, по 6 таблеток, а теперь выясняется, что многие на всякий случай ели месяцами. Тут уже в Москву пациенты приходят, у которых говорят, что да, мы ели всей семьей 2 недели, 3 недели, то есть как бы мне очень даже трудно это комментировать. Следующий слайд. И вот посмотрите, опять же, это из общей источники, открытые, что тройка самых быстрорастущих групп, это противомикробные препараты для системного использования, плюс 40% за прошлый год. Понятно, что у наших пациентов плюс 40% бактериальных инфекций у них не было. Иммуномодуляторы плюс 19% и вот опять же препарат, влияющий нахривотворение крови тоже плюс 13%. Причем даже не было летом сезонного спада продаж. Это вот 20-й год. Следующий слайд. Ну вот еще, что очень и очень настораживает, что среди ведущих противомикробных препаратов для системного использования наибольший прирост леофлоксацин плюс 463%. Это опять же азитромицин все съели, а теперь начали назначать леофлоксацин и пациенты сами его принимают. Купить можно, например, в аптеке без рецепта совершенно спокойно. И к сожалению в других регионах то же самое. Следующий слайд. Это у нас пациентка поступила, у нее было вирусное заболевание, ОРВИ, насморк, все родственники говорили, давай-давай, есть антибиотики обязательно. Она съела несколько антибиотиков из разных групп, закончила все тяжелым грибковым синуситом. Это осложнение уже реактивное явление в носу тампон после операции. Следующий слайд. Слава Богу обошлось все практически небольшой птозглаза остался. Она попросила при выписке написать ей справку, что ей не показаны больше никогда системные антибиотики. Мы так радикально не будем, но будем надеяться, что только все будет в разумных пределах. Следующий слайд. С чем еще приходит при вирусной инфекции пациенты с болью в горле и опять же либо уже сами себе назначают антибиотики, потому что если болит горло, скорее всего ангина. Следующий слайд. А на самом деле очень часто к нам приходят пациенты и говорят у меня болит горло. Как вы дышите носом? Да нормально, на каплях. Давно на каплях? Да нет, 5 лет, 7 лет, 8 лет. Это классика на приеме от ларинголога. То есть все считают, что закапывать в нос вообще ничего страшного в этом нет. А так как спят с открытым ртом, болит горло, приходит к нам за помощью с болью в горле. Нормализуем носовое дыхание, боль в горле проходит. Следующий слайд. Обычно примерно вот так выглядит задняя стенка глотки, такая сухая, вот эта слизь, засовшая. В этой ситуации конечно обязательно спрашиваем, как пациент дышит носом. Следующий слайд. Постназальный затек. Лора считает, что все эти пациенты идут к нам, терапевты считают, что идут к ним, пульмонологи считают, что эти пациенты идут к ним. На самом деле они идут ко всем специалистам, потому что их много и здесь достаточно такой определенный еще психотип и на фоне вирусной инфекции тоже они обязательно все эти жалобы, вот это стекание слизи по задней стенке глотки усиливаются. Опять же, здесь мы с вами лечим все-таки причину, да, мы находим, либо если ее нет, это идиопатический постназальный затек, здесь топический кортикостероид, увлажнение полости носа, ни в коей мере, да, опять же, не системная антибактериальная терапия, хотя эти пациенты практически всегда ее пьют, опять же, по назначению специалистов либо назначают сами. Следующий слайд. Это замечательный слайд о инфекционном мононуклеоз. Здесь молодой человек, у него мама доктор, она говорит, у меня горло болит, она говорит, иди к моей подруге Лору, как выяснилось, потом Лора забыла посмотреть горло, просто сразу начал антибиотик, раз горло болит, пять дней пьет антибиотик, говорит, мам, у меня горло болит, мы поменяем, еще пять дней они пили, через 10 дней горло болит, прислали вот снимок, да, порекомендовали создать анализ крови, нашли мононуклеары, то есть инфекционный мононуклеоз тоже никуда не ушел, не стоит о нем забывать. Следующий слайд. Девушка тоже очень долго ходила, говорила, что у нее болит горло, не родной, она не могла объяснить, когда вот наш, попросили поднять язык, оказалось, проблема не в горле, как раз там не было, вот здесь лишай, розовый лишай, такой достаточно редкий случай, вот поставили диагноз. Следующий слайд. И когда я показывала нашим студентам-стоматологам, они говорят, ух ты, зуб растет, а на самом деле это не зуб растет, это сифилис, про который мы тоже как-то все забыли, все помним про COVID-19, действительно много, но сифилис очень много, вот у нас за последний случай четыре выявления этих пациентов. Нет, это щека, слизистая оболочка щеки. Следующий. Ну и, конечно же, когда настоящая ангина, стриптококова, здесь мы трудно ее не увидеть, с налетами. Следующий слайд. И если мы лечим неправильно, если не те дозировки антибиотиков, не та длительность, или не те антибиотики, очень часто все заканчивается параконзелярными абсцессами. Их огромное количество, как и у взрослых, так и у детей. Поэтому, конечно, вот в этой ситуации, конечно же, системная адекватная антибиотикотерапия необходима. Следующий слайд. Ну и возвращаясь к вирусной инфекции, да, этот слайд старый, 2001 год, но по большому счету принципиально ничего не меняется, риновирусы как лидировали, так и лидируют. Поэтому, да, у нас без лоров не обходится лечение вирусной инфекцией. Следующий слайд. И если говорить про коронавирусную инфекцию, да, вот ее в легком течении, в принципе, все очень похоже на банальную вирусную инфекцию. Если убрать только анасмию, да, сейчас как бы с ней не так часто встречается анасмия, а все остальное очень похоже. Следующий слайд. И на самом деле, да, мы не всегда вот прям быстро можем поставить, что, с чем пришел к нам пациент, с каким именно вирусом вызвано воспаление, тем более, очень часто бывает, да, и микс инфекции. Следующий слайд. И поэтому, если говорить, да, вот про временные методические рекомендации, то как раз принимая во внимание сходство клинической картиной легких форм ковида с клинической картиной сезонных ОРВИ до подтверждения теологического диагноза, схема терапии следует включать препарат, которым рекомендуем для лечения сезонных ОРВИ. Я говорю про легкие, да, такие средне-тяжелые формы COVID-19. Следующий слайд. И вот сейчас мы на кафедре начали исследование нового препарата рафамин. Пока мы получили очень хорошие результаты, очень надеемся в ближайшее время опубликовать статью по этому поводу. Абсолютно новый препарат, у которого не только противовирусный инфект, но идет и повышение защиты от бактериальных осложнений. Следующий слайд. То есть в основе это релиз активной антитела, часть которой проверена, зарекомендовавшая себя, да, в течение многих лет, и новые инновационные компоненты, которые ранее не использовались при создании противовирусных препаратов. Следующий слайд. То есть здесь идет и активация процесса распознавания вирусов бактерий, и активация противовирусного и антибактериального иммунитета, и устранение причин вирусной инфекции и защиты от возможных осложнений. Вот мы сейчас лечим, пролечили около 30 пациентов, только одному из них пришлось назначить системные антибиотики из-за развития бактериальных осложнений. Все достаточно быстро и легко перенесли острую спираторную вирусную инфекцию. Следующий слайд. Хотелось бы закончить из интернета, что вот вам таблетка, я их пить не буду, почему? А у меня от ваших таблеток больничный быстро заканчивается. Поэтому, конечно же, при правильном назначении препаратов наши пациенты достаточно быстро выздоравливают. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Тогда продолжим дискуссию. У нас еще есть время. Пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо. Потрясающий вопрос. Спасибо вам. Я для наших слушателей онлайн его продублирую. Курение является ли фактором риска прогрессирующего тяжелого течения COVID-19? Правильно я говорю? Именно об этом вопросе. Ну что ж, смотрите. Конечно, данные разнятся. На самом деле, практически все зарубежные исследования, все, без исключения, включая китайских коллег, включая коллег из Западной Европы, говорят нам о том, что пациенты с хронической отступной болезнью легкие, и вообще пациенты курящие, они действительно подвержены в том числе более тяжелому течению COVID-19. И даже Хобл в некоторых исследованиях рекомендуется включать как факторы риска, в том числе тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Я могу сказать, начиная от первой волны, заканчивая практически последними данными. Вот последние волны, так скажем, или там время подъема заболеваемости, действительно, нет-нет, до курящей пациенты были в стационаре. В первую волну и в последующие, но, честно говоря, данных собственных отношений того, были ли курящие пациенты, ну, таким как бы важным контингентом в стационаре, я сказать не могу. И целый ряд российских исследователей тоже говорит о том, что, вот, по их наблюдениям, курение, ну, курящие пациенты не так часто встречались в стационарах, а стационар, мы прекрасно понимаем, что это как раз тяжелое, да, и тяжелое течение новой коронавирусной инфекции. Более того, есть данные, опубликованные уже нашими коллегами, среди лиц, которые нуждались в высокопоточной ксекенотерапии, то есть, пациенты с дыхательной недостаточностью, там было кобликов 2%, а пациентов с астмой 3%, в отличие от 30% больных, страдающих пожирением, такого же количества с артериальной гипертензией, ну, и, конечно же, с сахарным диабетом. Поэтому, честно говоря, каким-то образом утвердительно ответить на ваш вопрос, я не могу. Другое дело, что, например, перед нами хроническая болезнь легких. Пациент с выраженными нарушениями, с ФВ1, менее 30% отложенных влечений. Проблемный пациент, если он заболеет COVID-19, любое поражение легких будет характеризоваться фульминантными проблемами, быстро текущими, быстро развивающимися со стороны дыхательной недостаточности. То есть, практически перед нами будет крайне тяжелым. Вот здесь, очевидно, да. Но таких пациентов на самом деле, наверное, не так много. Поэтому, конечно, с одной стороны, курение, не всякого сомнения, факторы риска, но, конечно, и для обострений хронической обструктивной болезни легких, других бронхобструктивных процессов. Но COVID-19 в этом контексте нас, в общем-то, удивляет. может быть, Павел Андреевич, Вы сможете прокомментировать? У Вас все-таки база амбулаторная большая. Ну, еще есть вопросы? Давайте сразу. Если нет, я просто прокомментирую по разным вопросам. Ну, про курение точно, совершенно никакого отношения не имеет к COVID-у. Есть курящие, злые курящие, которые легко переносят, и такие же малокурящие, которые плохо переносят. Значит, вообще с факторами риска полная чушь оказалась. Значит, вот то, что было представлено, диабет, ожирение, гипертония, ИБС, так далее, все это не работает. Вот на COVID-е не работает. Это не фактор риска развития тяжелого течения. Другое дело, что если тяжелое течение у такого больного, вот тут начинаются проблемы. Но это уже вторая тема, да? А то, что COVID-19 у них течет совершенно спокойно и обычно, это точно. У нас больные вагранулацитозе, у нас больные с опухолями, с лейкозами тяжелейшими, с мейломой, на диализе, кого мы только не перевидали. И все спокойно ведутся на нашей терапии без всяких проблем. Вот. Пожилые, не пожилые, кстати говоря, никакого рояля не играют. 90-летние прекрасно так же себя ведут, как и молодые умирают. умирают. Значит, вопрос возраста, вот вы говорите, возраст, так сказать, факторы риска. Ну, не работает это. Умирают молодые, к сожалению. И вы никакими способами на сегодняшний день, но у меня точно, совершенно нет никаких представлений о какой-то шкале. Опять же, вы путаете две темы. Вы занимаетесь госпитальными больными, и у вас эти же больные, они становятся тяжелыми. А мы занимаемся амбулаторными, они не переходят в тяжести, если вы их начинаете лечить. Значит, в отношении антикоагулянтов мы даем всем. Даже без факторов риска молодому пациенту 30-летнего. У вас нет никаких способов предсказать, что он не перерастет в дыхательную недостаточность через 3-4-5 дней, когда уже будет поздно. Понимаете, в этом вся проблема, что они вроде бы ничего сейчас, а через 3-5 дней они дают тяжелейшую дыхательную недостаточность и понеслось. Чуть-чуть тогда расширим дискуссию, Пандрич. Смотрите, сейчас европейцы выпустили рекомендации, которые говорят нам о том, что даже в случае тяжелого течения COVID-19 пациент выписывается из стационара с высокими цифрами, например, дедимера и сохраняющими изменениями в легких, они, в общем-то, даже не рекомендуют проводить пролонгированную терапию пероральную. Я могу только грубо отвечать на эти вопросы, потому что есть замечательная работа американская, если уж на то пошло, госпиталь Синайской горы, за которым мы следим постоянно, и у нас с ними абсолютно совпадающие тактики. Месяц, будьте любезны, после любого COVID-19 давайте антикоагулянты. Месяц, потому что это у вас фактор риска развития тромбоэмболии. Здесь даже вопросов нет, вот, пожалуйста. Ну, они, видите, не рекомендуют. Ну, что я могу сказать? Прокомментирую, потому что два исследования, и в одном из них частота тяжелых осложнений тромбоза, в частности, тромбоэмболии, причем три тромбоза внутрисосудистых, а это уже ситуация практически не купирования, это витальные исходы, я так понимаю, всего лишь встречаются в двух с половиной процентах случаев, что не по сопоставимости с желательными явлениями, характерными для столь широкого применения антикоагулянта. А какие вот нежелательные явления? Мне вот очень интересно, у нас шесть тысяч наблюдений, шесть тысяч наблюдений у нас нет, никаких нежелательных явлений. Ну, нету, ну, не бывает ничего, ну, бывает иногда, кровь из носа пойдет, ну, геморрой там два, три, пять случаев может быть, но менструация усилилась, ну, мы прерываемся. Ну, тут еще о чем идет речь? Человек может упасть на фоне антикоагулянтов пожилой, что нередко происходит Послушайте, вы даете, простите, пожалуйста, вот не надо всю эту билиберду воспроизводить. По одной простой причине, вы даете всем больным с фибрилляцией антикоагулянты, вы обязаны сегодня назначить. Ну, ну, вы же там не задумываете, что он может упасть, так же может упасть. В этом контексте, Павел Ильич, я поддерживаю вас целиком и полностью. Нет, нет, я просто к тому, я очень к этому зло отношусь, потому что в наших рекомендациях ввели антикоагулянты, но дозы не те. Дозы, которые плацебо, да, два с половиной миллиграмма Элипеса два раза в сутки относятся к плацебо. Это написано в статьях. Ну, откройте статьи, прочитайте, друзья мои. Я эти слайды специально показываю все время. Десять миллиграмм или там сколько, двадцать миллиграмм Риорексабана не работает, потому что у него двенадцать часов по уведению. Ну, еще двадцать, ладно, но десять точно не работает раз в сутки. Вот, поэтому продакция это единственное, что почему-то введено в нормальные дозы, десять, два раза в сутки. Хотя, против продакции упирались рогом год, наверное, вообще писали, что это препарат второго ряда, какого второго ряда, я не знаю. И еще один вопрос, Павел Андреевич, хоть скоро у нас затеялось дискуссия, но все-таки у меня, например, до сих пор нет понимания того, даже в стационаре, какой пациент ухудшится, да, и какой-то прогноз я практически не могу сделать на старте. Но у нас есть критерии по назначению препаратов, они отработаны уже в течение двух лет, они, к сожалению, пока на федеральном уровне еще только обсуждаются, у нас в рекомендациях национальных, ну, только как бы распыточатые, да, круги в отношении той или иной формы. Только забывайте, что у нас с вами вышло двое рекомендаций МГНО, где все довольно подробно распишутся. Но все-таки есть ли возможность создания какой-то шкалы? Пока не вижу. А вы тоже не видите. Да, я, конечно, не могу сказать. Мы не видим, в этом весь ужас. И поэтому мне когда начинает тыкать в глаза, что вы молодому даете, а он там легкий и так далее, я пытаюсь сказать, ребят, а я не знаю, что с ним будет через несколько дней. Непредсказуемое течение. Непредсказуемое течение болезни. В этом вся беда. Если бы это все было просто, мы бы уже давно сказали, этим дам и бог скажет. Я совершенно согласен. В отношении диагностики еще. Мы к этому, наверное, вернемся. Если бы это запустили бы у себя, было бы, между прочим, легче. Но уже больных сейчас мало стало. А в принципе, в самом начале надо было. Это симптом чекера. Значит, эффективность, чувствительность симптом чекера по ковиду 89,5%. Только по симптомам. Это вопрос о том, можно выявить РЗ, какой РЗ и так далее. Мы делаем образ болезни. Мы вводим туда данные математические, боецкий анализ. И мы с очень высокой степенью точности говорим, чем человек болен. Хотя, казалось бы, везде насморк, везде головная боль, везде то, все пятое, десятое. Но поскольку симптомов много, то система сама начинает ранжировать эти симптомы и говорит, у кого это более вероятно, у кого менее вероятно, то и другое. Ну, на вспышке, на когда-то, так сказать, много ковида было. У нас, конечно, отсеивалось очень немного больных. В основном, конечно, это были ковидные. А сейчас гораздо больше отсеиваются и ставится диагноз не ковидный. Вот. И в отношении гормонов. Значит, мы сначала, ну, вы знаете, мое отношение негативное к гормонам, в принципе, да, еще хуже, чем к релизу этим препаратам. Вот. Но, где-то, мы, начиная с первых тяжелых больных, у которых не удается снизить температуру на антикоагулянты, это принципиальный вопрос антипериотическое действие антикоагулянтов. Мы никому не даем парацетамол. Мы всем требуем отменить этот гепотоксический яд, потому что это абсолютно яд и нечего его применять. Кстати, мы очень много используем анальгин. Не знаю, почему вы не используете. Тоже удивительное дело. Агроноцитоз, огромное количество нежелательных реакций. Чего? Агроноцитоз на метамизоле. Да что вы говорите. Описанная ситуация. Описанная. Да. Только почитайте наш метаанализ. Ровно столько же, сколько на парацетамоле. О, понятно. Он не дает повышения агроноцитоза. Он просто очень часто применяется. Поэтому многие агроноцитозы были... А? Анальгин, да. Анальгин, да. Анальгин запрещен у детей почему-то, я, кстати говоря, не знаю почему это. Синдром РГЕ. Это аспирин. Аспирин, да. Прошу прощения. Аспирин. А почему анальгин? Ну, я уже... Это мне очень трудно бороться с педиатрами. Оболгали, да. Хорошо. Сейчас я не об этом. Я о том, что мы увидели 20% примерно среди наших больных. Это больные тяжелые, да, у которых снижена сатурация и остается высокая лихорадка, несмотря на применение антикоагулянта. Да. Значит, у нас мы выставили порог 3 дня антикоагулянта. Если остается выше 38,5, мы добавляем преднизолом. Значит, это было от вас пришло. Мы, конечно, в таких дозах не балуемся, как вы там развлекаетесь. Там разные дозы и описаны были. Мы дома лечим, а не в стационаре. Поэтому мы даем 30 миллиграмм разово. Значит, 2-3 дня, если нет эффекта, мы добавляем до 60 миллиграмм еще на 2-3 дня. У нас ни одного случая, чтобы это не сработало. Один был у Любови Сергеевны больной, у него врожденный иммунодефицит, врожденный иммунодефицит доказан. И мы его потом госпитализировали и уже лечили действительно там каким-то противовирусным препаратом. Один на огромный вот пул наших больных случаев. Все остальное мы справляемся совершенно спокойно. Но 20% на кислородотерапии домашней и на, в общем, приличных дозах гормонов. Причем отменяем мы гормоны сразу. В такие сроки смысла нет. Значит, антибиотики. Ну, наверное, 1% у нас тоже тех, кто получает антибиотики. Не 99, как в обычных. Но это, знаете, это мы к ним приходим. То есть, мы полечили гормонами, мы видим, что там все не получилось, кашель продуктивный, ликоцитоз, прокальцитанин мы еще сделаем так. Тогда мы даем антибиотики. Но это, ну, это очень редко. И, ну, очень небольшой процент. То мы всем отменяем антибиотики, очень много приходит на антибиотики, всем отменяем. К сожалению, к нам приходят больные в среднем на 5-6 сутки. Раньше до нас они не доходят. Я имею в виду дистанционно, мы работаем дистанционно, мы не видим этих больных. И мы лечим больных во всем мире. Я тоже хочу это отметить. Это не только в России. Спасибо, Павел Андреевич. Коллеги, мы уже завершили, конечно, свое время, но буквально еще минуту. Есть еще, да, у нас время? Прерыв, да, до 12.50. вот, не самый частый вопрос. Скажите, пожалуйста, анасмия, которая реально 80%, сколько по времени сохраняются по вашей практике? Есть ли какие-то методы фармакотерапии, помимо антикоагулянтов, которых сейчас и поверят, была речь? Ну, сейчас, на самом деле, стало меньше, намного пациентов с анасмией, вот это был пик как раз 21-й год. Нет, 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 я сама теряла, слушайте, это, конечно, необычное ощущение, когда ты вот все хорошо, утром просыпаешься. Значит, я все хочу еще раз отметить, у нас опросник, 45 тысяч человек прошло через опросник. Мы точно знаем проценты на СМИ. Это, ну, сейчас можем позвать Андрея. Они к вам попадают, 80 точно нет, может быть 30, может быть 40 максимум. Они же все к нам идут, да, и мы, мы как настоящие лоры, мы все как раз болели, к сожалению, с анасмией. Вот есть подруга-косметолог, у нее теперь проблемы с кожей, есть подруга-стилист, у нее теперь проблемы с волосами, видимо, они идут по специальностям. На самом деле, пускай они записываются к нам на консультацию, мы же это все лечим, прекрасно. Все, да, там уже, слава богу, все намного лучше. Помочь, опять же, непонятно, да, у кого это восстановится прямо очень быстро, у кого это затянется. Есть, появились обонятельные скотомы, приходят пациенты, они чувствуют запахи, которых нет. Вот у меня была девушка, которая говорит, что мне делать? Люблю кофе, пью кофе, иногда пахнет кофе, иногда мокрой тряпкой. Я говорю, ну что делать? Пахнет мокрой тряпкой, не пьем, пахнет кофе, пьем. Что можно помочь? Мы назначаем ароматерапию, на самом деле, пациентам очень многим это нравится, да, эти запахи, это все, почему бы и нет? Это очень здорово, и это, что еще? Очень многие пациенты, которые хотят быстро восстановить, конечно, начинают нюхать все подряд, и к нам уже пошли пациенты с ожогами слизистой оболочки, полости носа, очень многие начинают нюхать, чем-то растворить, и они считают, что это быстрее пробьет, как они говорят. Поэтому, конечно же, нет. Мы опять, как помните, в школе на уроках химии, запах, да, если какой-то запах на себя, можно перенюхать свои любимые запахи, духи, мандарины, вот чем я занималась, лимоны и так далее, и так далее. Аромотерапия, время, и вот, сказать, что там помогает, сосудистая терапия, еще какой-то, вот нет никакой четкой у нас пока. Эфирные масла, да, прекрасно идет. Значит, альфакторный тренинг, правильно я называю? Да, да, да. Значит, четыре запаха основные. Да, да, четыре запаха. И прекрасно работает. Два раза в день. На фоне антикогулянтов. Не спорим. Потому что на самом деле, нет, послушайте, ну это все поражение мозга, это поражение не периферии, это когда у вас насморк, то тут понятно периферии. Тут закапал, все хорошо. Да, а здесь поражения уже мозговые идут, нарушения, гипотолемические. Я не знаю, гипотолемический центр, нет? Да, там несколько. Ну, в общем, короче говоря, вся дисрегуляция, которую мы видим, всего, чего только есть, кстати говоря, дыхание тоже, да, это все лечится антикогулянтом. Вот очень многие больные, мы сейчас вас будем пытать по поводу одышки и всего прочего, они говорят, у нас одышка. Начинаешь выяснять, какая одышка? Ну нет, когда хожу, у меня нет, бегу, нет одышки. А вот в покое я вдохнуть не могу. Это нарушение регуляции, это же не одышка совершенно, понимаете, это голова, это нервная система, она лечится антикогулянтами. А то, что будут умирать, это без вопросов, это своим чередом. Кстати, очень много, вот вы назвали эти затеки, да, нас тоже полно их, мы их, честно говоря, морской водой всякой гадостью пользуем. Да, промываем. Ну, еще у меня вопрос один, как вы отнесетесь, не знаю, только без тряпок, пожалуйста. А как вы относитесь к кока-колу со льдом? При ангине. Кому-то идет, есть люди, которые говорят, у меня болит горло, я пью холодное, мне лучше. А вы знаете, что в американских рекомендациях? Знаю, но если я, например, я же настоящая лора, у меня тоже проблемы с горлом, если когда мне начинает какой-то дискомфорт, я выпью лед, 100% будет ангина. Значит, надо просто больше пить. Безо льда. Со льдом? У меня нет. Именно обязательно со льдом. Ну ладно. Но без виски, да? Без виски, да. Но кока-кола, знаете, откуда еще интересно? Очень у многих гипотонии больных после ковида. И я кардиологов спросил, а что, кока-колу надо пить? Поэтому у кока-колы две точки приложения при ковиде. Скоро санкции приведут к тому, что кока-колы-то не будет? Будет, будет, не беспокойтесь. У меня это разные вещи. Кока-кола же лекарственный препарат зарегистрированный. Байкал, к сожалению, просто вода. Ну что ж, коллеги, давайте заканчивать наше сегодняшнее мероприятие. Мне кажется, пульмологическая сессия пусть была не столь большой, но удалась. Вопросы были интересны, дискуссия. Вам большое спасибо за поддержку. До следующей встречи. Спасибо.